мама дорогая вы посмотрите что происходит приветствую вас друзья вот сейчас выскочила сегодня 7 мая и вот что творится на участке просто пипец просто пипец все ну это круто круто да не то что заморозки тут все все дела снег март март вернулся просто обалдеть я вчера еще бегала дополнительно что могла укрыла но все не укроешь конечно все не укроешь они бедолажечки все просыпаются к войны про гортензии я вообще молчу мне кажется вообще удастся ли в этом году видеть цветение гортензии все все снег и сейчас такая если погода будет дня три стоять то все конечно лилии замерзнут гортензии цветущие кустарники деревья блин три яблони я хотела попробовать сегодня хоть чем-то попытаться еще яблони цветущие маленькие колоновидные накрыть но видимо уже не получится накрыла я голубику у меня там несколько кустиков зацвели накрыла голубику ну надеюсь хотя бы успела вчера накрыла еще бегала а приехала бегала что могла еще накрывала вот такой меня тоже сейчас муж прислал фотографии из москвы машина в снегу я там поохала поахала сама но склюнула в окно и обалдела у меня тут тоже очень такой печальный печальный такой вид снег сколько сейчас его нападает сейчас может быть еще побегу у меня же в принципе таких больших куполов то не осталось по мелочи так утра сил или я уже не знаю уже не стоит куда-то что-то бегать если ну этой ночью где-то был у меня муж прислал где-то должно быть минус 3 но я так поглядывала все-таки вроде минус 1 гортензия не знаю попробую сейчас может быть еще порой в запасах какой-то лутеросил найду хотя бы может быть на гортензии накинул вот так друзья сейчас все у меня выглядит о мне кажется здесь даже может быть и горшки не помогут ну как получится так получится тут самое главное чтобы от стресса как прошлом году вот от стресса вот этих заморозков было где-то у меня минус 5 несколько дней и была потеряна маленькая медуза то есть растение просто даже прирост не выпустила она просто вот она была упругая в апреле такая ну живая живая вот не то что как вот растение бац наступает вегетация насыпается нет она была живая она была упругая и вот и после заморозков она еще постояла где-то недельки две-три вот смотрите пимока давайте сегодня такой обзорчик небольшой сделаю заснеженных войнах бедолашечка такая тоже вон все свои капельки пробудила а здесь у нас весна закончилась сибир лог вся на приростах посмотрите просто такой вот такой вот у нас начался в мартовский пейзаж здесь очень переживаю нет у меня уже такого а а нет у меня уже такого чехла переживаю я за бушлейс за энгельманки гельманки я заметила они обмерзают при заморозках а здесь вот у меня васю распустилась пихточка аргентея вот такая тоже уже вся на капельках сербская каменс очень не нравится вообще всем советую беспроблемная вообще ни капли у меня не пострадала как вы говорите даже в сетке вот она ауры по моему ванг неизвестная елочка это не май голд не гибель с golden spring да да по моему так это и не spring sunrise это какая-то елочка другая к сожалению а сорт я ее потеряла но видите она первая все еще ранее перечислены елочки они все в покое а вот это вот уже вовсю проснулась что это за елочка я не знаю и посмотрите как нарядно а выглядят веточки дай бог чтобы не пострадала вот подгоревшая моя ворелка уже такая со снежком здесь укрыла я маль маленькую вон там финскую елочку она прошлом году очень сильно пострадала а пихточка корейская златохвойная golden glow розы еще знаете что интересно я на лаки страйка посмотрите не знаю сейчас будет снегу видно посмотрите вот эти вот просто как грибница грибница я не знаю это из почек как-то раньше я такого не наблюдала прям посмотрите посмотрите прям целые целые прям грибницы из почек так интересно да я сейчас конечно затеяла обзор но мне кажется это тоже как-то вот необычное и интересно такой обзорчик сделать хотя мне жутко холодно вас не представляете я вообще выскочила как говорится толком не оделась это бикалор это бикалор елочка вот так друзья а еще хочу сказать про свои новиночки но новиночки не в хвойные растения купила я себе камушки съездили с мужем на рынок и я выбрала вот 4 камня как их называют пещерники пещерные камни то есть вот такие вот я потом покажу когда если буду натыкаться вот так у камушек ну сейчас он просто муж покидал их по по клумбам я пока еще как-то вот смотрибельно их не разложила ой смотрю с этот слетел с кого-то наверное вот да да наверное с пихточки с пихточки бизара или бизара слетел утросил вот они видите тоже проснулись тоже проснулись и сейчас попробую накрыть вообще как бы если это поможет руки замерзают очень сильно вчера не накрыла смотрите смотрите медуза вчера забыла накрыть обалдеть обалдеть забыла медуза накрыть просыпается посмотрите как красиво пока красиво как вот веточки веточки облепила снегом и как такие алмазные капельки на лиственнице очень красиво summer fog у нее должны быть вообще прирост и более такие светлые кремовые по сравнению с по сравнению как бы со старой хвои что-то типа так прирост и должно быть час вот идут сами веточки а потом пойдут свежие прирост и как все жалко как все жалко особенно мой сад тоже такой побитые пострадавший после зимы просто вот душу из него вытрясли конечно много растений у меня погибло хочу сказать что погибло у меня хакорни шики больше я покупать это растение не буду есть у меня кустик зимует которые под снеговым покровом на штамбе покупать больше не буду бересклет бересклет на штамбе у меня тоже погиб не проснулся был он в прикопе лежал он горизонтально то есть как бы под снегом но он все равно не перезимовал поэтому покупать ну как как говорится намек я поняла покупать и пробовать я больше не буду потому что может быть следующие зимы будут более благосклонны и но в любом случае не отменяет того что может прийти в любой момент вот такая зима которая прошла и уже там подрочное вылюблено это растение может бац и и сдохнуть поэтому не буду я больше такой покупать намеки хорошо прозрачно подняла смотрите вот это тоже барбарис вот что говорить о саженцах там 5 зоны там на штамбе о пихтах или вообще еще каких-то да когда барбарисы вот вот этот барбарис ему лет уже наверное лет 7 этому барбарису вообще никогда не подвергался практически санитарной стрижки есть я убирала вот только внизу потому что ну ему все сезоны которые были до ему были хоть бы хны прекрасно как бы зимовал и вообще и вот опять же показатель да вот они нижние веточки нижние веточки которые были скорее всего под снегом прижата прекрасно перезимовали остальное то что наверху остальное то что наверху все увидите голая все погибло ну просто элементарно люди все кто-то сетка пишет кто-то еще что-то вот честно слушать даже уже не хочу вы представляете что творилось вообще на участке у меня если даже просто неубиваемый барбарис стоит голый дерево у меня яблони погибло что говорить вообще просто там про те растения которые находились над уровнем снега то есть как бы хорошо что у меня вообще хоть что-то осталось живое вообще вот на штампе когда сгорает сосна горная кто-то говорит вот там сетка до к беседки она была она была беседки она горела нигиша была беседки она если бы я на нее не накинула сверху она бы вообще вся сгорела вот поэтому здесь нельзя применять нельзя находить ответ который лежит на поверхности что-то творилось неимоверно этой зимой что-то творилось просто ну не типично это зимой даже горные сосны горные сосны ну крючковатая та же самая горная сосна в горные сосны горели что я еще хочу сказать мы ходили по деревне когда гуляем люди я встречала видовые видовые туи видовые можзвельники видовые и обгоревшие полностью ровно прямо знаете как как по забору вот так вот проведена полоса ровно над уровнем снега все сгорело все сгорело что же говорить про мои сортовые растения до сих пор получаю конечно комментарии про то что все вот моя черная сетка я не знаю как снимает моя камера но сетка у меня светло-зеленая светло-зеленая обычно притяночная сетка все пишут вот у вас черная сетка чуть я не полиэтиленом накрываю я чуть идиотка шли такая черная сетка там или какой-то полиэтиленом накрывать вот ладно извините счет счета я это накипела смотрите посмотрите какая блюз как-то вот я не подходила вон она тоже вся посмотрите вся вот и и тут вот все разбудила и тут тут блин так прям переживаю так переживаю вон видите наверное здесь будет видно вон при ростике все там как раз просвечиваются так страшно так страшно так редко встречаю у кого в обзорах елочку айзели фокстейл это елочка считается крупномером ну как крупно верным средний такой выше среднего вот она такая монстрообразная обратите внимание почему-то мало я ее вижу у кого в обзорах прогуглите посмотрите фотографию елочка очень достойного внимания и форма у нее нетипичная она такая вот прям природно монстрообразная бушлейс тоже стояла голубая елка стояла без вообще притянки то есть она здесь уже до получается у нее третья наверное зимовка 3 зимовка у меня же здесь как бы участок то совсем молодой тут практически все является саженцами она единственно вот эта елочка покупалась в таком более-менее размере и вся вот внутренняя часть которая была зеленая то есть голубая у нее видимо еще вот этот вот защитный слой восковой еще как бы нормально а внутренняя часть зеленая то есть это какой был саженец он изначально был зеленый она вот вся вся подгорела розочки розочки ну посмотрим посмотрим тоже верхней часть усил берлог видите тоже она подгоревшая так что дорогие мои давайте сюда с вами еще заглянем на минуточку моя красавица blue rabbit blue rabbit вот такая красивая покупала вторая зимовка у нее очень хорошо перезимовала вот надо мне вот эту пихточку накрыть пойду сейчас посмотрю хотя бы какой-нибудь маленький лутрасильчик это пихточка хекс вот такая красивая одноцветная хекс рядом подсвечивает ее красивый камушек да вот такой сейчас даже даже не знаю как слова подобрать гортензии господи как жалко гортензии наверное все таки я сейчас а быстренько с вами еще чуть-чуть пробегусь смогла я закрыть мексикана первана она все-таки небольшая елочка она мне немного тоже сверху подгорела была была она без укрытия и верхняя часть подгорела посмотрите как цветет президент яблони прошлом году из-за заморозков она не цвела и очень страшно конечно если он все цветочки закрылись бедненькие все замерзли как плохо ему не просто ну как можно как можно издеваться так и на деревьями здесь ребят я начала работать делать окантовку ну она на самом деле временное понятно что глобоза будет расширяться line glow разрастаться пока временное чтоб удобно было косить а потом конечно со временем с учетом будущих размеров но это со временем я уже как бы сделаю болты более такое более такое удобно расширенную клумбу вон глобоза мка моя видите тоже вся в почках таких налитых вот это место некрасивно вот это вот я стянула двери две веточки видите помогло то есть рану я замазала закрыла но будет у меня это веревочка и бинтик стягивать пока веточка не приживется она была поломана давайте я вам здесь покажу вот здесь вот тоже сделала я окантовку но это опять же пока так вот временно потому что вот эту часть я тоже буду убирать в клумбу то есть она будет заходить вот сюда а возможно даже будет она вы захватывать вот эту елку но пока работает еще не началась я вот сделала тоже такую окантовочку такую окантовочку чтобы удобно было косить удобно было косить и когда ко мне придут все материалы то есть утра сил я тогда начну вот эту клумбу выливать уже в общую ну пока вот тоже вот так вот еще то же самое сделаю я здесь вот сделала ну это пока вот так будет здесь скорее всего я наверное может быть засыплю камешками можно было бы конечно а вот здесь вот захватить акракону я пока думаю об этом но вот это место у нас постоянно ходит 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 самое вытоптанное место и я боюсь когда здесь будет лежать кора либо камушки и будут вот так вот все разбрасываться вот так что давайте я вам покажу своего красавца раз уж мы сюда подошли просто это супер растение на участке а вот это мой хорсман посмотрите я тщательно выбирала саженец именно такой какой я хотела всем известно картинка из интернета такого чудища чудо-юдо с ярко выраженной головой вот и мне хотелось мне даже изначально пришла пришел саженец с отрезанной макушкой и я его отправила назад нет мне нужен был конкретный саженец с конкретной фактуры вот и в итоге я его выбрала его посмотрите насколько это прекрасное создание а мордочка сейчас у него вытянута она обычно к концу сезона опускается нарастает и опять склоняется и начинает действительно похож на такого чудо-юдо лешного лешего вот но потом я эту мордочку опять вытягиваете у меня еще сколько места вот возможно потом туру будем подставлять и дальше тянуть вот но насколько хватит сил страха перед высотой будем тянуть а потом будем его отпускать и посмотрите хочу сказать что это любимое растение в нашем саду моего мужа он его обожает он его лично вот это вот все подтягивал опору там закреплял какими-то там скобками вон затягивал вот он его обожает вот он лично тыкает в него пальцем вот как-то он ему отодрал большую ветку примерно вот ну хорошую ветку он очень переживал я первый раз видела что мужик так переживал оторванные ветки обычно знаете так это я не специально я не хотел ну подумаешь другая вырастет нет это он прям действительно действительно переживал вот вот такой вот эти лапы посмотреть просто бомба вот сейчас он в смотрите в таких покажу вам тоже вот налились у него вот эти почки смотрите какой красавец рука у меня уже просто красный отмерзла я вообще тут без носков выскочила хотела кусочек вам снять азать что творится у меня на даче но уж прям пошла пошла я в этот ладно уж покажу а еще пару минут и все и побегу кофе пить вот вот такие лапы такие эти просто ну я его обожаю еще раз хочу сказать что моя камера на доме его воспринимает как человеческий объект он всегда его поэтому он всегда его подчеркивает красным потому что видите по силуэту все равно он похож на что-то такое живое человекообразное вот моя майку дорогие друзья она тоже немного подгорела вон видите там внутренняя часть тоже поражала вот ну для нее это не критично вот бы я ее как у там чуть-чуть прошлом году прищипнула будет она еще попышнее вот такая ой ой провалилась вот такая на красотка тут вот часть видите сюда куда падает снег она более такая голая все-таки я прям сплю и вижу когда отсюда уберется навес и не будет такое количество воды и снега докучать вот моей королеве моем саду так давайте покажу я вам фробург сняла я с нее опору пыльники у нее уже вот смотрите от пылили пыльники отпылили вот такая вот она уже у меня большая знать она у меня уже где-то где-то метра два двадцать два тридцать наверное вот такая вот рубург обязательно я вам ее покажу о извините что я так наверное шмыгаю носом но холодно я прям не могу контролировать этот процесс вот вот такая вот красотка потом когда полностью выдвинуться прирост и она покроется такой салатовой шуткой красивой так давайте я вам еще сейчас покажу крокону потому что она тоже вся 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 проснулась посмотрите на эту красотку вы знаете честное слово она как мне всегда тоже вот такие ассоциации похожи на новогодние дерево вот эти шишечки все все шишечки прошлогодние это это наверное где-то ну чуть больше половины которая осталась потому что мне ребенок растаскивать на свои игрушки эти шишки а плюс у меня белочки здесь живут на участке тоже приходят в гости таскают шишки и вот те которые остались вот они украшают дерево ни в коем случае их не буду убирать мне нравится так где дерево еще более становится нарядным вот она моя красотка танцующая крокона покажу я ее со стороны смотрите джага-джага такая класс ножка одна в одну сторону ручка в другую сторону красивая елка очень красивая елка и наверху и наверху тоже такие же красивые украшения новая партия шишечек вот такая красотка очень мне нравится еще раз говорю досталась она мне очень презентабельным больным саженцем было очень страшненько и вот давайте с этой стороны покажу сейчас я чуть не наступлю у меня тут фигуры вам всякие навалены я еще не растащила с этой стороны то есть какой стороны на меня не посмотри она везде танцует танцующая куколка красотка вот такие шишки если помните на этой елочке которую покупала как глаука глобоза в прошлом году тоже вот вся шишканулась вся шишканулась видите уже кто-то шишки тоже вот она какие-то скидывает тоже шишканулась и очень красивая была в прошлом году фотографии конечно это было вообще мне кажется бомба просто супер фотографии остались в этот вазон посадила я свои бездомных это гибельс голден спринг который я пока не знала куда посадить но куда-нибудь хотелось ну что друзья честно говоря я очень сильно замерзла мне прям снег уже залепил глаза давайте последний подойдем с вами моей сказки и хочу сказать что лестница подмерзает подмерзает еще вчера я заметила что некоторые веточки некоторые хвоинки подмерзли на веточках вот их видно так что ну в принципе мало что я сделать могу могу только переживать потому что вы видите она такая разляпистая таких размеров спонбонда у меня нету вот конечно какие-то хвоинки пострадать и опять же я что хочу сказать про рековерт если я сейчас начну ее заматывать я поломаю много веток я заметила что веточки у нее при посадки вот при перевозке у нее веточки очень хрупкие очень хрупкие и если сейчас я начну ее заматывать я просто половину веток сломаю поэтому лучше я чуть-чуть приростов потеряю чем веток так что вот тут как бы выбор очевиден но все мои друзья побегу я домой кофе пить я замерзла как суслик вот хочу пожелать от всей души чтобы ни одно растение вашем саду не пострадала чтобы снег нам был только в радость особенно нашим детям хотя мой ребенок он еще совсем не соскучился по снегу наоборот немного даже расстроилась все-таки лето лето конечно хочется ну опять возвращаясь от всей души желая чтобы ваше растение не пострадали или ну лучше вообще не пострадали вот чтоб все мужественно перенесли эти заморозки все спасибо большое за ваше внимание подписывайтесь на канал подписывайтесь на дзен мне будет очень приятно всем спасибо пока пока а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok